Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые лауреаты, друзья. Я не в первый раз участвую в церемонии присуждения, высокой и престижной награды, премии «Глобальная энергия», а сама церемония уже проходит в девятый раз. В этом году на премию номинировано 253 учёных, а в процессе участвуют 1600 учёных из 48 стран. Это означает, что премия весьма представительная, и её присуждение означает признание исключительного вклада в науку и в осмысление в целом энергетических проблем на нашей планете. Рост авторитета премий в немаловажной степени связан с тем, что при отборе номинантов всё больше внимания уделяется вопросам энергоэффективности, что сегодня как раз доказывают оба наших лауреата, то есть будущему энергетике. Оба лауреата, о них только что было сказано, имеют большие заслуги. Я буквально несколько слов тоже скажу о них, и мне кажется, это символично. Я хотел бы их, конечно, прежде всего поздравить, поздравить с присуждением премии. Начну с Филиппа Григорьевича Рутберга. Если я правильно проинформирован, то его путь в науку был весьма и весьма непростым. Филипп Григорьевич – дипломированный юрист, который потом закончил Ленинградский политех. Обычно сейчас происходит наоборот. Сначала люди заканчивают политех, а потом идут в юристы. У вас в этом смысле правильная биография. И состоялся как специалист в области электрофизики. Академик Рутберг добился выдающихся исследовательских результатов. А созданный им плазматрон, как известно, позволяет перерабатывать особо токсичные и вредные органические отходы, получая синтетическое топливо. Я также приветствую в России нашего американского коллегу доктора Артура Розенфельда. Теперь в коллекции ваших научных наград, а их много, есть и диплом лауреата премии «Глобальная энергия». Доктор Розенфельд на самом деле рассматривается как гуру энергоэффективности, автор новых строительных решений, как нам только что это было показано, производства экономичных бытовых устройств. Но доктор Розенфельд участвовал и в формировании государственной политики, что всегда отличает, на мой взгляд, пытливый ум и желание помогать своей стране при той работе, которую он вел в Министерстве энергетики Соединённых Штатов Америки. Очень интересно то, что сегодня оба лауреата номинированы за достижения в области энергоэффективности. На мой взгляд, это показывает, что энергоэффективность превращается в одно из ключевых направлений развития энергетики во всём мире. Мне кажется, это правильно. Я сердечно ещё раз поздравляю наших лауреатов, я желаю им всяческих успехов, надеюсь на то, что они будут здоровы, и мне очень приятно сейчас будет поучаствовать в этой церемонии. То, что предложил академик Рутберг, я думаю, что надо бы эту идею реализовать было по поводу сбора бутылок и других пластиковых материалов в Мировом океане. Так что, если есть необходимость, я дам поручение деньги найти. Аплодисменты